Слава Господу! И давайте мы свершим еще короткую молитву перед Словом, которая будет перед нами. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы часть Твоей Церкви. Мы благодарны Тебе за Твое Слово, которое Ты оставил для нас. Слово, способное преображать и изменять нашу жизнь. Отец, и мы молим и просим, пусть мы будем сегодня внимательными слушателями, которые внимают Твоему Слову. Мы молим и просим Тебя, пусть Твое Слово, оно падает глубоко в наши сердца и производит перемены там. Во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Знаете, недавно как-то пришло мне такое желание перечитать одну книгу о людях, которые в разные периоды христианства несли лишения, трудности, заслужения Богу, за веру в Бога, которые платили порой ценой своей жизни, чтобы оставаться верными Богу. Многих из них убивали, и они даже в конце своей жизни просили своих палачей, я хочу быть похожим на своего Господа, поэтому я хочу быть там распятым. Кто-то просил даже распять его в конце жизни. И знаете, побывав там где-то год назад в одной из церквей, нас приглашали в гости, мы побывали в одной из церквей, там служитель такого почтенного возраста нам с женой рассказывал истории о том, как во времена Советского Союза им приходилось сражаться даже за простые вещи, элементарно за то, чтобы собираться церковью. Он говорит, мы собирались тайно, мы организовывали, и все равно как-то разведывали спецслужбы, то, где мы собираемся, приходили, забирали нас в собрание, мы меняли место следующего собрания, и все равно собирались, и арестовывали, и увозили, и все равно люди собирались. И знаете, в месяц, который называется в нашей церкви посвящение и верности, я вот задумался над вопросом, а верность – это всегда удобно? Вот всегда удобно быть верным. Всегда удобно совершать то, к чему ты призван, и то, что ты обещал даже в трудных обстоятельствах своей жизни. Знаете, верность – это не всегда удобно, но это сто процентов всегда правильно. Потому что церковь Иисуса Христа основана не на удобстве, не на комфорте, но на верности. И Иисус прошел нелегкий путь земной жизни, и Голковский крест не был местом комфорта, удобства, но это был путь верности, благодаря которому сегодня стоит церковь. И следующий вопрос, который я себе задал, знаете, а должна ли сегодня церковь быть местом абсолютного комфорта, где мы слышим только то, что нам нравится, где мы приходим на служение, как на концерт, послушать хорошие песни, встретиться с хорошими людьми, или мы призваны приходить и слышать не всегда то, что нам нравится, но всегда то, что нас меняет, то, что преображает нас в образ Христов. Знаете, я помню, когда я первый раз пришел, это уже больше десяти лет назад, первый раз пришел на служение и проповедовал нас старший пастор, я даже помню эту проповедь, она называлась «Шестая заповедь». Я вышел из церкви, я не знаю, было у вас такое когда-нибудь или нет, у меня было такое ощущение, что меня вывернули наизнанку. Моей плоти эта проповедь вообще не понравилась, но мой дух ликовал. Мой дух ликовал, и он говорил так правильно, так жить правильно. И знаете, я убежден в том, что, конечно, мы должны слышать проповеди, которые нас вдохновляют и ободряют, которые говорят нам о Божьей любви безусловной, но также мы должны слышать проповеди о верности, которая не всегда удобна, которая не всегда комфортна, проповеди, которые говорят нам о том, как мы можем исправить свой путь, проповеди, которые будут говорить нам вещи, которые, возможно, будут нас обличать, но это будет правдой. И сегодня моя проповедь так и называется «Неудобная церковь». Неудобная церковь. Я начну ее с одного места из Писания, слова, которые сказал Иисус. Матфея, 10 глава, 28 стих. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих погубить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Иисус предостерегает нас, чтобы мы не опасались тех людей, которые возможно, или тех обстоятельств, которые, возможно, повлияют на наше тело, которые, возможно, повлияют на какие-то условия нашего комфорта, какие-то материальные вещи. Он говорит, «Остерегайтесь тех обстоятельств и тех вещей, которые повлияют на вашу душу». Потому что с этого все и начнется. И знаете, слава Богу, что мы живем в время, в которое нам не нужно прятаться, чтобы провести домашнюю церковь. Время, в которое нам не запрещают строить храмы, центры реабилитации. Время, в которое мы не опасаемся быть схваченными, выйдя после служения и вергнутыми в тюрьму. Сегодня, вместе с тем, что у нас есть десятки переводов Библии, сотни комментариев, симфоний, наша жизнь становится максимально комфортной. И христианская в том числе. Наша жизнь христианская стает максимально комфортной. В легком доступе у нас есть Слово Божье. Но вместе с этим комфортом христиан стали преследовать другие вещи, внешние, на первый взгляд, кажущиеся безобидными. Суета, лень, безответственность, обиды. Мы так легко стали обижаться на какие-то неугодные нам слова, неугодные нам проповеди. Мы так легко стали обижаться на то, что нас обличает и заставляет задуматься. И я хотел бы сегодня поговорить о нескольких вещах, которые мешают оставаться нам верными в том, к чему мы призваны. Я верю, что каждый человек, сидящий в этом зале, призван на служение Богу. Призван на служение Богу. И мы обещали, когда вступали в завет с Богом, служить Ему в чистой и доброй совести. Итак, первое, что мешает нам, это лень. Лень, это вообще такая штука, это лучший враг всех достижений. Это лень. Это такое порождение комфорта. Жизнь становится настолько комфортной вот в последнее время. Уже даже во многих вещах элементарных, бытовых, чтобы купить продукты, уже не надо выходить из дома. Ты в телефоне выбрал продукты, и тебе приехали продукты. На заправках даже уже появилась такая услуга, ты можешь заправить машину, не выходя из машины. Ты подъехал, и тебя заправили, ты даже не выходил из машины, даже не дошел до кассы. Знаете, есть даже шутка на эту тему. Мужик купил собаку, и такой вечер, холодный, дождливый, сидит, смотрит телевизор, и слышит, кто-то через забор во двор лезет, и он собаке фас, она говорит, тону, я лучше гавкну. Знаете, и вот эта лень, она распространяется на все. Вы знаете, кстати, что за время карантина и онлайн-трансляции, онлайн-трансляции безусловно нужны. Это удобно, удобно, когда ты в отъезде, удобно, когда у тебя нет возможности посетить церковь. Но когда-то наш пастырь говорил, что те, кто не из-за обстоятельств, а просто потому, что так удобно, посещают служение онлайн, восхищение церкви, тоже посмотрят онлайн. И знаете, за время карантина и служения онлайн родилась еще одна церковь. Знаете, как называется? Церковь святых одеял. комфортно, комфортно, удобно, ты никуда не спешишь, ты себе включил. И знаете, в принципе, в комфорте нет ничего плохого. Нет ничего плохого в том, что есть онлайн. Нет ничего плохого в том, что есть аудиобиблия. В этом нет ничего плохого. Но очень часто этим комфортом мы подменяем и жертвуем ради этого комфорта настоящими правильными ценностями. Нам легче не читать Библию, а взять в наушниках и слушать Библию по дороге на работу. Я молюсь по дороге в маршрутке, по дороге на работу. Потому что так удобно, так быстрее. Я так быстрее на работу добираюсь. И знаете, я вам прочитаю одну историю, которая на первый взгляд из Библии, которая на первый взгляд она такого прямого отношения к этому не имеет. Но я в ней просматриваю очень глубокий такой духовный смысл. Деяние апостолов, 20 глава, 7 по 10 стих. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел намереваясь отправиться в следующий день беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников во время продолжительной Павловой беседы. Один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, пошатнулся, сонный упал с третьего этажа жилья и поднят был мертвым. Павел, сойдя на него, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Знаете, на первый взгляд эта история не имеет ничего общего с современной церковью. А я хочу вам задать вопрос, когда человек вообще засыпает? Вот что нужно человеку для того, чтобы заснуть? Вы согласны? Для того, чтобы заснуть, надо принять максимально комфортное и удобное положение. Отрешиться от всего, чтобы тебя вообще ничего не беспокоило. Ты ни о чем не переживаешь. Как можно было уснуть на проповеди Павла? Я думаю, если бы сегодня апостол Павел проповедовал, мы бы записывали даже запятые все. И знаете, вот это погружение в сон, оно происходит постепенно. Тебе уже не так беспокоит служение. Ты уже не так переживаешь о людях. Ты уже не так переживаешь о том, что кто-то из твоей домашней церкви не пришел на служение. служение. Дальше ты уже не так переживаешь, чтобы самому успеть на служение. Ну, приду после прославления. Раньше бежал за полчаса до служения, а сейчас приду после прославления. и ты начинаешь вдруг в этом комфорте засыпать. Твой духовный человек начинает засыпать. Ты убаюкиваешь себя мыслями о том, что и так все хорошо. Ну, ты же верующий. Ну, и так все хорошо. Ну, зачем тебе какая-то ответственность и головная боли, за которой ты не можешь уснуть? Ну, ты же уже давно в церкви, 10 лет ты уже в церкви, зачем тебе эта головная боль? И ты начинаешь себя успокаивать этим. И следующее, что происходит, здесь написано, пошатнулся, и вдруг тебя начинает шатать. И знаете, как это выглядит буквально? Тебя начинает шатать. Вас будили когда-то против вашей воли? вот вы засыпаете, а у вас будят. Будили? Как это? Некомфортно. Некомфортно. Вдруг тебя начинает раздражать твой пастырь. Вдруг. Что это он ко мне прицепился? Что я должен быть на домашке постоянно? Что это он мне говорит какие-то вещи, которые мне не нравятся? Мы начинаем обижаться, мы начинаем искать варианты как бы от этого избежать. Не пойду на домашку, найду другую церковь, там где меня любят, там где меня не напрягают. Благодарите Бога за людей, которые вносят в вашу жизнь дискомфорт. Это не дает вам уснуть. Вы можете толкнуть соседа и спросить ты не спишь? Послушайте, те люди, которые вносят в вашу жизнь духовный дискомфорт, это люди, дарованные вам Богом, которые не дают вам уснуть. Группа ученых провела эксперимент. В одном из домов престарелых ученые хотели выяснить влияние комфорта на жизнь человека. Как вообще комфорт влияет на жизнь человека. И вот они поделили две группы людей уже преклонного пожилого возраста на две группы. Одну группу поделили на две группы. И вот одной группе они создали максимально комфортные условия. Они не заставляли их вообще ничего делать. Им приносили еду строго по расписанию. Им даже в комнатах в их поливали цветы. Вообще ничего не надо было делать. А вторую группу им назначили такую часть, им надо было все, что им необходимо, им надо было об этом заявлять и просить. И даже иногда по несколько раз. Им надо было набрать трубку телефона, чтобы к ним пришли и им в чем-то помогли. И знаете, интересный результат. В первой группе, которой давали все просто так, эти люди очень быстро перестали видеть смысл в дальнейшей жизни. У них все было так комфортно, что они просто перестали видеть смысл в своей дальнейшей жизни. А те люди, которые испытывали на первый взгляд неудобства, те люди, которым приходилось за элементарные вещи бороться, начали строить планы на дальнейшую жизнь, несмотря на свой преклонный возраст. Послушайте, я хочу сделать вывод из этого пункта. Духовный дискомфорт это лучший стимул для духовного роста. Если прямо сейчас вы находитесь в обстоятельствах, в которых вам не очень комфортно, знайте, вы растете. Знаете, вы меняетесь. Когда у нас все хорошо, мы не меняемся. есть такое очень хорошее выражение, хорошее враг лучшего. Бог приготовил для тебя лучшее, никогда не соглашайся на хорошо. И следующее, о чем я хотел бы говорить, это уже такое порождение комфорта, этой лени, безразличие. Безразличие. Мы становимся безразличны ко всему, что происходит в церкви, в нашей домашней церкви. А что я? Ну, а что я? что, некому больше? Есть же вон, вот брат, вот сестра, что я должен за это отвечать? Смотри, сколько служителей. Но знаете, я хотел бы задать один вопрос, и хотел бы по-честному увидеть вот руки поднятые, чья жизнь после прихода к Богу и жизнь и жизнь с Богом стала лучше и больше наполнена благословениями и материальными, и нематериальными, чем до прихода к Богу. Можно увидеть руку? Смотрите, весь зал, весь зал. Теперь хочу задать следующий вопрос. А кто готов поднять руку и сказать, я хочу расстаться с Божьими благословениями? Но знаете, как часто в служении в пастырском приходится слышать, я хочу оставить служение. Почему-то благословение оставлять не хочется, а повеление исполнять не очень как-то. Знаете, я убежден в том, вы простите, но и проповедь сегодня такая неудобная. Вы простите, но мне кажется, что в тот момент, когда мы принимаем решение оставить и расстаться со служением, в тот же момент мы должны принять решение набраться смелости и сказать, я хочу расстаться и с благословением. Я прочитаю одну историю и мы поразмышляем. Вот возникает естественный вопрос, неужели Бог обязывает меня служить? Неужели я должен и обязан что-то делать? И что это вообще за убеждение такое? Я вам прочитаю одну историю и давайте сами дадим ответ. Говорит что-то Библия об этом или не говорит? Луки 7 глава 41 по 47 стих. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них больше возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому я сказываю тебе, прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Зачем Иисус говорит апостолу, который вроде бы с ним, вроде бы в его присутствии, зачем он обличает его в этих вещах и говорит ему, послушай, ты не сделал то, чего мог сделать в данный момент. Вот видишь, вот женщина, я ее вообще ни о чем не просил. Иногда складывается такое впечатление, что на служение надо уговаривать. Пожалуйста, я умоляю тебя. Я помню, у нас один брат вышел с реабилитации, и мы говорим, ну что, брат, где ты будешь служить, где ты хотел бы быть полезной в церкви, в теле Христовом. Он говорит, ну, накидайте мне пару вариантов, я выберу. Как это? Послушайте, если мы рассматриваем служение как какую-то повинность, то именно так и будет. Но служение Богу это честь и привилегия, за которую надо сражаться, и за которую надо готовым быть платить цену, это честь и привилегия быть служителем Божьей в церкви Христовой. Любовь ли это была о том, что Иисус сказал Симону, послушай, ты мог сделать, но не сделал. Можно было и не говорить ему об этом, можно было сказать, да и так все нормально, ты же пришел, главное, что ты пришел, и так все нормально. И знаете, результатом вот этого безразличия становится абсолютная безответственность ко всему, что происходит вокруг нас. У нас в церкви следующий год назван годом доброго самарянина. Так вот история о добром самарянине это история о безразличии. У каждого было чем заняться. У всех была семья, у меня дом, у меня бизнес, у меня то и лежит тут какой-то человек, что я вообще должен его подымать, что я должен вообще об этом думать. Есть служителя, придут, подымут, отмоют. Это история именно об этом. Как с этим бороться? Как бороться с вот этим безразличием? Делать всегда немножко больше, чем от тебя требуется. Не выполнять какую-то повинность, вот я сделал до этого и все, и дальше не трогайте меня. Это повинность, это не служение Богу. служение Богу, это когда я готов делать больше, идти два поприща. Вы помните, апостол Павел пишет, кто просит идти одно, иди два. Знаете, у меня, я приведу пример, у меня со мной в доме живет человек, генератор идей, это моя жена, это генератор идей, она, я ночью просыпаюсь, знаете, она кому-то пишет, 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 что-то думает, что-то постоянно у нее какие-то там обсуждения, идеи, какие-то в служении, давай, 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 и знаете, какой результат этого? Каждый год, она пострирайона, у нее в районе крестится в три раза больше людей, чем должно креститься. Казалось бы, ну, должно, но можно на этом остановиться, хватит. Но когда мы делаем немножко больше, мы получаем такую прививку, которая не позволит нам никогда заразиться этой безответственностью и безразличием к Церкви Христовой. И мы идем дальше, и последний пункт называется разочарование. Это то, что очень часто мешает нам. Это внутренние вещи какие-то, которые мы переживаем, разочаровываясь, основываясь на мнении людей, основываясь на том, что у нас не получилось, основываясь на страхах своих, даже не пробуя. мнение людей. Знаете, я хочу немножко остановиться на всех этих трех таких подпунктах. Мнение людей. Я не говорю, что нас не должно интересовать абсолютно мнение не нашей духовной власти, вообще и мы должны на все наплевать и делать только так, как мы хотим. Не, я не об этом сейчас. Я говорю о мнении людей, которое, возможно, унижает ваше достоинство в Боге. Может, это мнение ваших неверующих друзей, которые говорят, а слушай, что ты там себе возомнил, какой ты служитель там Божий, что ты там придумал себе, каких людей ты за собой ведешь. Ты же сам еще посмотри, тебе еще расти и расти. Я прочитаю 1 Коринфянам, 4 глава, с 1 по 4 стих. Итак, каждый должен нас разуметь, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо, хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне, Господь, все, что мы делаем, мы должны оценивать сквозь призму Слова Божьего, а не сквозь мнение людей, которые унижают наши достоинства. Если Бог призвал тебя в какое-то служение, пусть оно даже маленькое, пусть оно даже незаметное, но оно очень ценно для Бога. Послушайте, мать Тереза сказала такую фразу, Бог не призывал нас быть успешными, но призывал нас быть верными. от себя хочу добавить, верный человек никогда не останется без плода. Верный человек никогда не останется без плода. И мы должны больше слушать голос Божий, чем голос людей, которые пытаются увести нас от служения, от церкви. Знаете, я недавно прочитал интересный такой случай. На одной из лекций профессор вызвал вперед одну девушку и говорит, я хочу перед всеми сейчас обозначить утверждение о вас. Вы глупая. И она возмутилась. Как? Я? Какое право вы имели говорить, что я глупая? Я самая тут умная. у меня лучшие самые оценки здесь. Почему я глупая? Почему вы так сказали? Она говорит, и теперь я вам говорю второе утверждение. У вас зеленые волосы. И она начала смеяться. Она говорит, вы в своем уме, какие у меня зеленые волосы? У меня не зеленые волосы. И тогда он сказал, знаете, почему вы поверили в первое? Потому что вы сами внутри с этим согласились. Вы и начали доказывать мне вдруг обратное. Второе вас рассмешило, потому что вы в это не верите. Вы просто в это не верите. Кому мы сегодня верим? Кому мы сегодня верим? Прошлые неудачи. Знаете, я уверен в том, что многие из вас слышали эту фразу, до сего места помог нам Господь. Это камень поставленный в Авен Эзере пророком Самуилом в знак Победы и на нем было написано до сего места помог нам Господь. А вы знаете, что это место Авен Эзер упоминается в Библии еще раз до этого. Я вам прочитаю. Первое царство, 4 глава с 1 стиха. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен Эзере. А филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтяны и произошла битва и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили их на поле сражения около 4 тысяч человек. Место нынешней победы когда-то было местом поражения. Послушайте, я хочу, чтобы вы знали, если даже в этом году у вас что-то не получилось, это не значит, что у вас не получится в следующем. Наше прошлое это всего лишь наш опыт, а не наш приговор. Это наш опыт, а не наш приговор. послушайте, место поражения может стать местом победы. И последнее, о чем я хочу сегодня сказать, страх. Евреям 11 глава, я не буду читать всю главу, эта вся глава рассказывает о людях, которые попали в обстоятельства, в которых они до этого никогда не были. это вся глава рассказывает о людях, которым надо было идти туда, где никто до них не был и ничего им не было приготовлено. Это место из Библии рассказывает нам о людях, которые вопреки страху проявляли свою веру и шли туда, куда призывает их Бог. Страх это прямая противоположность вере. Страх диктует условия нам, но верой мы диктуем условия страха. Страх диктует условия нам и говорит, даже не пробуй и даже не иди, у тебя все равно ничего не получится. Музыкант можно проходить и я вам расскажу один пример. Многие из ребят, которые у нас в служении его знают, но на такую широкую аудиторию я буду рассказывать его впервые. Примерно пять лет назад я был пастырем района обычного, моя жена служила в подростковом служении и Бог начал говорить в сердце о том, что вы должны начать служение реабилитации. Вы должны начать служить таким людям, как были сами. И знаете, мы ответили на этот призыв, у нас было одиннадцать человек, у нас было одиннадцать человек, мы начали это служение и через через два месяца настало шесть. Не двадцать шесть, шесть, в два раза меньше. И знаете, когда такое происходит, ты начинаешь задаваться вопросом, зачем я вообще в это ввязался? Было одиннадцать, стало шесть, в следующем месяце наверное будет два, потом вообще ничего не будет. Эти мысли, они не дают тебе покоя. Но Бог говорил в сердце, оставайтесь верными. Этим шестерым людям Бог говорил, оставайтесь верными и вы увидите славу мою. Прошло пять лет и сегодня нас двести шесть. И я не хочу говорить, я не говорю о каких-то цифрах, я говорю о том, что это десяток восстановленных семей, это десяток новых семей, созданных во Христе, это дети, это восстановленные жизни, послушайте, если вы сейчас останетесь верными Богу, вы увидите его славу в своей жизни, в своем служении, несмотря ни на что. Давайте мы поднимемся. Три коротких вывода перед нашей молитвой. Духовный дискомфорт это лучший стимул для духовного роста. ты не будешь расти, когда все хорошо. Ты будешь расти и будешь меняться под давлением обстоятельств. Безответственность это результат безразличия. Как только мы становимся безразличными, следующее, что придет в нашу жизнь, мы перестанем отвечать за свои слова, за свои действия, за свои поступки. И последнее. наше прошлое не определяет наше будущее. Наше прошлое не определяет наше будущее. Давайте мы в этой молитве попросим у Бога одного, чтобы остаться верными, несмотря ни на что. Остаться верными в том, в чем мы призваны. Посвятить свою жизнь на служение Богу, несмотря на обстоятельства, несмотря на какие-то жертвы, ой, еще один день, неделю мне надо, чтобы вести домашнюю группу. Христос своей жизнью заплатил за церковь. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты явился примером верности. Ты прошел этот земной путь от начала и до конца и до Голгофского креста. Ты остался верен Отцу и написано до смерти и смерти крестной. Мы молим и просим Тебя, Господь, позволь нам остаться верными Тебе в том, в чем мы призваны. Пусть даже это малое Божие, во что Ты нас призвал, но мы хотим относиться к этому со всем сердцем. Благослови нас, Господь. Пусть никакие обстоятельства ни внутренние, ни внешние не смогут увести нас, Божие, от того пути, который предназначил нам Ты. Мы хотим идти этим путем, путем благословения, путем, который предназначил для нас Ты. Это лучший путь, и мы выбираем идти им. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу обратиться сегодня к людям, которые пришли сегодня в первый раз. Вы никогда еще не молились молитвой покаяния. А может быть, вы были несколько раз, но никогда не решались выйти вперед и свершить эту молитву. А может быть, вы даже были в церкви какое-то время, но по каким-то причинам отступили. Сегодня время вернуться к Богу. Может быть, знаете, я сегодня утром молился, и Бог сказал в мое сердце. Будут люди, которым кажется, что то, что они совершили, недостойно прощения. Послушайте, не важно, что совершили вы, важно, что совершил Он. Бог совершил все для вашего спасения. и все что вам нужно сделать один небольшой шаг. Проходите. Может быть, вы стоите под балконом, может быть, на балконе, может быть, в малом зале. Проходите вперед, послушайте. Это лучший путь, это лучшая жизнь, которая может быть у вас. Жизнь с Богом. Может быть, вам неудобно выходить, и вы думаете, я сейчас потревожу кого-то. Послушайте. Тот, кого вы потревожите, обрадуется. Потревожьте того, кто стоит рядом. Выходите. Может быть, прямо во время молитвы вы будете слышать призыв в своем сердце молиться вместе с нами. Может быть, на том месте, на котором вы есть. Давайте мы закроем глаза и просто повторите со мной эту молитву от сердца. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я молю и прошу Тебя, прости меня, мои грехи, мои беззакония. Я открываю свое сердце и прошу, войди в него. Стань моим Господом, стань моим Спасителем. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, давайте свершим молитву за этих людей. Господь, мы благословляем каждого человека, кто принял решение примириться с Тобою. Мы молим и просим Тебя, пусть всякая власть греха будет разрушена в их жизни раз и навсегда. Позволим следовать за Тобой этим прямым путем, который предназначил им Ты, и унаследовать небеса. Мы благословляем их на этом пути, чтобы никто и ничто не сбили их с Него